Здравствуйте, дорогие мои зрители! Очень часто, практически ежедневно, в комментариях, в социальных сетях мне задают один и тот же вопрос. Что попить для головы? Что попить для памяти? Для внимания? Как улучшить работу нашего головного мозга? Какие сосудистые леноотропы? В этом видео я расскажу про топ-9 веществ, добавок, для того, чтобы наш головной мозг работал хорошо, что называется, на полную катушку. На первом месте, конечно же, докозогексоеновая кислота. Это полиненасыщенная жирная кислота, больше известная как омега-3. И докозогексоеновая кислота – это примерно 90% жирных кислот, которые содержатся в нашем головном мозге. Соответственно, она крайне важна для нормальной работы в нервной системе. Где же взять докозогексоеновую кислоту? Она содержится в добавках омега-3. Пищевые источники – это жирные морепродукты. И, конечно же, гораздо дешевле и проще использовать хорошую качественную омегу, нежели регулярно использовать морепродукты. 100% это дешевле. И если вы живете не на побережье и покупаете рыбу в супермаркете, то мое мнение, что лучше хорошая омега, чем плохая рыба. На втором месте – ТСЦ или кокосовое масло. ТСЦ – это триглицериды среднецепочечные, которые крайне важны для нормальной работы нервной системы. Проще всего их взять из кокосового масла. Это растительное масло, по сути. Вы можете на нем жарить, вы можете просто его есть ложечкой. Кому как нравится. Именно среднецепочечные триглицериды способствуют повышению в крови уровня так называемого «хорошего» холестерина. Это липопротеиды высокой плотности. Поэтому среднецепочечные триглицериды прекрасно влияют на баланс жиров в крови. На третьем месте стоит куркума. Это растение из семейства имбирных. Именно куркума придает желтый цвет приправе карри. Но если мы не используем в пищу эту приправу, не используем куркуму, что чаще всего и бывает в современном мире, конечно же взять это вещество негде. Несколько тысячелетий и в китайской, и в индийской медицине куркума традиционно используется для лечения всевозможных заболеваний. Куркумин защищает наши митохондрии от окисления. Митохондрии – это энергетические станции клетки. То есть у куркумина мощное антиоксидантное действие. Проще всего использовать, конечно же, в виде биодобавки. На четвертом месте – пробиотики. Это живые микроорганизмы, в первую очередь бифидо- и лактобацилы, которые составляют основу нормальной нашей микрофлоры. Широко известна фраза, что микробиоты – это наш второй мозг. И от того, какое состояние нашей микробиоты кишечника, зависит напрямую работа нашей нервной системы. На пятом месте – пребиотики. Это клетчатка – это еда для кишечных бактерий, для пробиотиков. В каком виде можно использовать клетчатку? Это может быть псиллиум – оболочки семян подорожника, стертые в порошок. Это могут быть кукурузные отруби, то есть грубая волокнистая клетчатка. Шестое место – очень интересная добавка – это концентрат цельных плодов кофейного дерева. Именно концентрат цельных плодов способствует активации БДНФ. Это нейротрофический фактор, который способствует развитию нервных клеток и восстановлению, если произошло какое-то повреждение. От уровня БДНФ напрямую зависит, как быстро будет восстанавливаться поврежденный головной мозг после травмы, после инсульта, после отравлений, либо как будет развиваться растущий детский мозг. За открытие БДНФ получена Нобелевская премия и, конечно же, возможность использования цельных плодов кофейного дерева в виде биодобавки для того, чтобы стимулировать этот фактор, является крайне важным. Седьмой пункт – это альфа-липоевая кислота, она же теоктовая кислота. Это жирная кислота, которая содержится в каждой клетке нашего организма. В большом количестве наш организм производит ее самостоятельно, но зачастую нужно добавлять извне. Особенно это касается пациентов с сахарным диабетом, страдающих ожирением и с другими метаболическими расстройствами. Альфа-липоевая кислота необходима для выработки энергии в клетке. Она является мощным антиоксидантом. Про альфа-липоевую кислоту есть отдельный ролик на моем канале. Пункт 8. Комплекс витаминов группы В. Есть такое вещество, которое называется гомоцистеин. Если у человека дефицит витаминов группы В, особенно В6, В9 и В12, то возникает изменение в стенке сосудов и сосуды портятся. Это, конечно же, влияет на работу нашей нервной системы. По уровню гомоцистеина мы можем судить о наличии грубых дефицитов этих витаминов. Если ваш гомоцистеин в крови выше 10, обязательно нужно восполнять дефициты. Наиболее значимые, повторюсь, В6, В9 – это фолиевая кислота, и В12. И девятое место – это, конечно же, витамин Д. Это не столько витамин, сколько гормон – жирорастворимый стероидный гормон. Он позволяет регулировать в головном мозге, в спинном мозговой жидкости выработку нейромедиаторов. И именно эти нейромедиаторы стимулируют рост нервных клеток. Также от витамина Д очень сильно зависит работа собственных противоболевых систем. Было показано во многих клинических исследованиях, что при стойких хронических болевых синдромах восполнение до нормы витамина Д способствует уменьшению потребностей в анальгетиках и уменьшению, соответственно, выраженности и интенсивности болевых синдромов. Многие зрители скажут, а откуда дровишки, откуда данная информация? Я всегда ссылаюсь на первый источник. Моя любимая книга «Еда и мозг» автор – американский врач-невролог Дэвид Перлмуттер. Книга написана на основе клинических исследований 21 века. Вы можете узнать подробнее о значении альфа-липоевой кислоты, витаминов группы В, о каждом в отдельности, а также про витамин Д, посмотрев соответствующие видеоролики на моем канале. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Я думаю, что данный ролик окажется полезным для многих. Буду рада, если вы поставите лайки, ну если не нравится, то дизлайки, напишите свои комментарии, вопросы и отдельное спасибо тем, кто делится полезными роликами со своими друзьями в социальных сетях либо в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы!